Я вот уже в возрасте человек, я не могу далеко поехать, я еще живу вот здесь рядышком, но я пришла вот со своим товаром в баночке, с этими, с ягодками и продала бы рядышком. Торговля горохом и клубникой на обочине рядом с проезжей частью и остановкой вне закона, объясняет женщине руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Александр Андреянов. Это нарушение всех санитарных норм, да и красоты улица не добавляет. С насиженного места ее не выгнали, пожалели и даже обещали, что в скором времени в районе появятся торговые ряды, где для пенсионеров будут выделены специальные места. Киосков в перспективе у нас не должно быть совсем. Если они будут в какой-то небольшой части, они должны быть прежде всего утвержденного дизайна главным архитектором, чтобы облик города не портился, чтобы мы жили в нормальной, хорошей среде. В советском районе больше 1200 объектов торговли, 90% оформлены по закону. В 2016 из городского бюджета выделено больше 6 миллионов рублей на демонтаж нелегальных торговых точек. Несмотря на то, что с территории регулярно вывозятся несанкционированные объекты, палатки и лотки с шаурмой продолжают расти как грибы. Мы сейчас в промышленности 9 мая, перед вами видим, что появился недавно киоск шаурма, который явно незаконно здесь находится. И то, что пока не срабатывает, будем поднимать вопрос и искать решение, это то, что он подключен к электрической энергии. Вот здесь у нас самарские электросети, кому это относится, они почему-то считают, что они могут для зарабатывания денег подключать всех и вся. Подобный рейд по объектам потребительского рынка также прошел и в железнодорожном районе. На очереди еще 7 районов города. После объездов будут сформированы меры по ликвидации незаконных объектов, а районные архитекторы приступят к формированию эскизов внешнего вида торговых точек. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.